Наука и технологии наша программа начинается в студии Лизы Калинина и с радостью представляю нашего гостя. В студии находится эксперт научно-исследовательского центра корпоративной безопасности, профайлер Константин Митрошин. Константин, рада видеться. Всем добрый день. Встреча наша состоялась месяц назад, мы общались. И сейчас некое такое продолжение нашего эфира, подкопились вопросы. Мы сегодня будем говорить о мотивации, о лене, как это вообще работает, как работает наша нервная система, психика и так далее. Может, сначала сформулируем понятие, что это такое лень? Да, ну, можно, наверное, разделить такой момент, да, действительно, там, мотивация, лень. То есть не всегда недостаток мотивации — это лень. Не всегда, да, там, лень — это недостаток мотивации. Вот, ну, естественно, под мотивацией мы понимаем, это какое-то некое желание, да, то есть что-то делать в целом. Да, то есть это может быть мотивация, да, над каким-то поведенческим моментом, что вот я хочу что-то там достичь и к этому иду. А, естественно, я могу, мотивация может быть обратным таким моментом, я вот хочу чего-то избежать и поэтому, да, там, делаю, да, то есть к и вот в этом, да, как направление. Понятно, что мы тут затрагиваем такой момент о том, что мне вот иногда не хочется это делать, но надо, и я, соответственно, делаю, да. То есть мне не хочется вставать там с усилием каким-то. Да, и приходится себя как бы в этом плане переламывать. И вот здесь, наверное, на стыке вот эта вещь проблемы-то и возникает, что мотивация и лень, они где-то вот в этой плоскости существуют. Потому что лень — это порой непонимание цели, непонимание зачем и что я делаю, и, естественно, какая-то нехватка энергетики, да, в этом плане. Желание, да, чтобы всё стало легче как-то сделать. Да, то есть к чему-то я в этом плане стремлюсь. Вот. Можно, естественно, выделить там какие-то проблемы чисто психологического плана, что мне на уровне психологии этого не хочется. Можно на уровне физиологии, то есть организму чего-то не хватает, каких-то, да, там, элементов, ну, функционирует что-то не так. И, естественно, это тоже может оказать своё влияние на мотивацию в целом, как раз лень. То есть имеется в виду какая-то усталость, например, нет сил. Да, 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 то есть... Вроде бы и не против, но как-то, да, можно и отказаться. Да, но что-то не хватает. Что-то, да, там, можно и в отпуск, а можно и в дуа, да. Вот. То есть как бы момент всё равно вот где-то на стыке, опять же, физиологии и психологии. То есть надо понимать всё-таки у себя причины могут быть, да, там, разные снижения мотивации. Это не обязательно с тем, что вот какая-то там психологическая проблема. Это элементарный момент того, что это питание, сон, да, то есть вот что-то в этом диапазоне тоже может возникать на уровне... Просто интересно, когда мы говорили о проблеме эмоционального выгорания в прошлый раз, да, то есть мы тоже с этого начинали, что чтобы решить вопрос, сначала нужно наладить свой режим такой физиологический, то есть проследить, как спите, как едите. Ну, естественно, это всё взаимосвязано, да. То есть это первый шажок такой к выздоровлению. Да, первый шажок, но вот именно если мы говорим про мотивацию, то тут проблема может быть очень глубокая и очень уходящая там далеко в какие-то дебри нашей собственной психологии. Да, то есть она может быть связана, например, с привычкой большого количества постоянной оценки внешней. Да, то есть человек вроде, ну вот, да, так, синдром отличника такой, да, там, всю жизнь ты должен там учиться на пятёрке, всё, у тебя экзамены чётко, да, там, какие-то границы, рамки оценки. И постепенно человек в реальной жизни начинает сталкиваться, что оценки какие-то, ну, естественно, уже никто не ставит, да, там, во взрослой жизни. Нет какого-то чёткого критерия, что оценивается на отлично, что на хорошо, что там на... Ну да, и какие приоритеты расставляются. Да, и, соответственно, вот здесь идёт такой резкий спад мотивации у человека. Более того, мотивация часто может быть обособлена именно физиологическими возрастными изменениями, да, то есть изменения её в целом. Мы продолжаем, друзья, программу «Наука и технологии». В гостях у нас сегодня эксперт-профайлер Константин Митрошин. Мы говорим о лене и о мотивации. Такой вопрос закончили, что много людей-перфекционистов за счёт школы, вот эта вот система оценок, синдром отличника, он мешает, и мотивация падает, да, бывает так? Ну, не у всех, да, естественно, то есть это не аксиома. То есть тут скорее речь именно как раз-таки в том, что человек постоянно находится в системе, где его поведение диктуется каким-то, допустим, моментом того, что вот я хочу или надо, да, то есть приходится выбирать между вот этим «хочу» и «надо». И, естественно, на стыке, опять же, происходит вот эта самая проблема. То есть я бы хотел, не знаю, там, отдыхать на море или ещё что-то, но мне надо работать. То есть и как бы причинно-следственная связь вот этого не выстраивается, что ты будешь отдыхать на море, если ты будешь там хорошо работать. То есть как бы человек просто какие-то вещи часто исключает, и постоянно в своём поведении находится в состоянии ограничения, да, то есть вот эта вот привычка бороться с собой, с своими какими-то моментами, то есть неспособность в какой-то момент остановиться, да, то есть чётко сказать там то, что вот хорошо, я сейчас вот действительно хочу вот этого. Хочу действительно поменять работу, не знаю, там, окружение какое-то от каких-то людей, да, может быть, там, поменьше с ними взаимодействовать, но мне надо. И вот это надо, оно заставляет, да, то есть. И понятно, что психологический ресурс, волевой ресурс, который тоже рядом с мотивацией, его просто не будет хватать на всё. Он начнёт в какой-то момент истощаться. И я заметила, человек часто болеет простудой, вот когда у них такой синдром. Да, психосоматика приведет. Да, это работает. Сейчас много разных исследований в психосоматике, да, и на практике это тоже можно очень чётко отмерить, да, то есть я думаю, что вот некоторые тоже замечают, как у меня коллеги некоторые, они говорят, вот у меня там проверка какая-то важная, я понимаю, что вот где-то вот там простуда уже сидит, но вот я проверю, да, человека там условно вот пропашу на вот этих силах, и когда чётко вот, соответственно, достигло уже результата, всё, тогда организм как бы, да, вот он на исходе, он вылетает уже в какая-то простудная ситуация. Бывает обратный момент. Это как он со времён тоже и у нас детство прививается, что вот не хочу я условно, да, не хочу, и вот очень сильно не хочу, и вот хоп, и простуда, да, как момент она появляется. Получается, что мы вне эфира просто поговорили нашему, хочу с зрителям, слушателям тоже сказать, вот сама система образовательная, школьная, она, ну так или иначе, не всегда про мотивацию, да? Ну я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас уже меняется, там про проектная деятельность у них идёт, но по крайней мере, когда мы учились, ну больше как-то надо, да? Да, то есть вот именно того, что ты должен именно, да, то есть как воздействие такое в этом плане, в этом не к тому, что, да, там какая-то система плохая, какая-то хорошая, везде, да, там свои плюсы-минусы есть. Нет, только с критерием мотивации. Да, 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 то есть и здесь просто возникал часто момент того, что вот я должен, и мне приходится вот себя там пересиливать постоянно, и в какой-то момент, естественно, а чего я на самом деле хочу, да, то есть это вот история ещё про некоторые такие моменты внутреннего, да, там, ребёнка или вот родителя, да, там, вот позиции, там, по куберну, ребёнок, взрослый родитель. Да. И вот часто как в человеке между всеми вот этими тремя идёт определённый внутренний диалог. Вот условно я хочу, да, там, вот этого, нет, я должен вот это, а могу там вообще третье, да, то есть и постоянно вот как бы выбирать в этом плане. Плюс мотивация, как вот, опять же, момент, почему часто, да, вот это и замечаем, и в анализе там людей, и сталкиваешься, да, по каким-то там кейсам, моментам. Вот момент оценки именно действия, он приводит к тому, что человек начинает делать что-то, либо когда он видит какой-то, да, вот чёткий измеримый критерий, который он достигнет, либо когда он чётко понимает, что он добьётся, там, похвалы, чего-то там, измерения какого-то своего, и без этого стимула, да, он не может, в принципе, себя направить. Не понимает, да, зачем ему это нужно делать. Друзья, наука и технологии продолжаются. В гостях у нас сегодня эксперт научно-исследовательского центра корпоративной безопасности, профайлер Константин Митрошин. Мы говорим сегодня о мотивации Елене, и продолжим опять-таки, что мы говорили вне эфира. Хочу, чтобы наши зрители и слушатели тоже обладали этой информацией. Вот система школьная, да, ну я, школьная, как бы это общее. Воспитательная в целом. Воспитательная, да, в целом. Когда тебе извне ставят какие-то цели, я просто так поясню, ну, например, там, надо учиться на отлично, получи красный диплом, то есть тебе как бы извне, как аксиома, да, вот у тебя есть эти цели, и всё, когда ты всё это достигаешь, мотивация вообще иногда бывает на жизнь падает, ты не знаешь, что ты хочешь сам. Да, ну тут вот такой момент, да, ещё надо пояснить, что понятно, что ребёнок, он не, ну там, в определённом возрасте, он не понимает, да, там, какой-то чётко не может выстроить себе там план стратегический на всю жизнь. Родители адаптируют его в течение, да, там, воспитательного процесса к жизни, и воспитательная система образовательная, она, естественно, тоже эту задачу решает. Просто часто возникает такой момент догмы, да, то есть вот смотри, вот тебе надо сделать так, и никак иначе, да, то есть вот, соответственно, вот у тебя будет там вот это, вот это, вот это, и будет тебе там счастье некое какое-то, да, то есть там передаётся. Ребёнок такой, допустим, да, там, получил, не знаю, золотую медаль, получил красный диплом, там, пошёл на работу, создал семью. И всё, инструкция, ну то есть он прошёл по этой инструкции, и потом, как бы, а что дальше-то? Ну, то есть чего дальше делать? Мне дальше не учили, да, то есть как бы не объясняли. А там папирус пуст. Да, 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 то есть действительно не пуст. Нет рекомендаций. Да, и как бы ты пытаешься из каких-то этих сляпать какие-то то, что надо по новой, да, то есть кто-то идёт снова так, окей, так, надо второе высшее образование, да, то есть там пошёл, соответственно, да, там… Переучился. Да, переучился, окей, там вот говорили, что надо ещё вот это делать. Ну то есть как бы внешние какие-то моменты. А потом формируется кризис, когда у человека, да, опять же, именно снижение мотивации и повышение вот этого момента лени, да, там, апатии, они как бы в этом рамках, то есть когда включается момент самосохранения от постоянного вот этого контроля себя, да, то есть надо, 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 я должен, должен кому-то, вот мне сказали, я вот как бы к этому иду, организм просто, да, и мышление, опять же, оно начинает искать средства накопления энергии, да, то есть как не делать, избежать. И, соответственно, включается момент того, что, ну окей, я лучше ничего не буду делать, да, но там само как-то где-то придёт. То есть есть вот ещё такой момент, да, как ценностных ориентаций можно, выловить, об этом очень много говорили, кстати, в начале 20 века, на вот тоже стыке, да, там, после Фрейда, особенно после Второй мировой войны, кстати, да, то есть уже в середине, когда вот что мотивирует человека достигать какие-то вот именно цели, да, то есть в своей жизни. Это может быть, например, момент просто получения похвалы, да, такой рецептивный момент, то есть вот, да, там, сделал, молодец, на тебе конфетку. Вот это, кстати, тоже момент мотивации, он очень сильно подкашивает порой. Трессировка. Да, человек не может внутренний ресурс мотивации создать. Он такой, так, где моя конфета? Да, да, да. В общем, в виде, да, то есть уже вот где она там придёт, эта конфета. Да, то есть и постоянно вот как бы стимул реакции идёт на таком опыте именно, да, то есть взаимодействие. Нам приходят сообщения, вопросы такие, что очень интересные. Ну а что делать, если есть такой синдром, как вы сказали, отличницы и так далее, дальше не знаю, что делать. Синдром отличника, да, ну тут как бы, сейчас опять людей пугать будем, да, то есть я не к тому, что всем там куда-то надо идти, да, там что-то с собой делать. Синдром отличника всегда это некая корневая установка, да, то есть которая заставляет жизнь проводить определённым образом, да, то есть это как некая инструкция, которая когда-то вошла, она не является хорошей или плохой, да, то есть вы скорее для себя должны понять, она там мешает вам или нет. Работает уже или не работает, да. То есть если вы понимаете, что она вам мешает, да, то есть вот она как-то, вот этот догматизм, он какой-то не позволяет, да, там… Радоваться жизни. Успокоиться, да, то есть вот расслабиться. В конце-то концов, да. И действительно там и прорадоваться жизни в этом плане. Соответственно, что приходится? Приходится как-то, ну, себе корректировать какие-то моменты, да, то есть углублять. Продолжаем науку и технологии. Эксперт-профайлер Константин Митрошин в гостях у нас сегодня. Сегодня отвечаем на вопрос, как искоренить систему синдрома отличника, перфекциониста. Ну, во-первых, давайте не искоренить, мы там ни себя не будем вытаскивать, меняя там, собственно, какой-то… Это уже является основой личности, это является уже неким таким моментом, да, на что можно опереться. То есть в этом есть сильные стороны, такие как возможность, да, там, собираться порой, когда надо, да, то есть волевой ресурс в этом плане работает. Здесь, скорее, речь идет про первое – это умение расслабиться, да, то есть понимая, что невозможно достичь любого результата там в оптимальном каком-то состоянии, да, то есть только в плюс постоянно. Плюс вот у такого человека часто, да, зависимого именно вот от этого отличного, синдрома отличника такого, у него нет понимания того, когда нужно себя, ну, так скажем, успокоить и все, ну, то есть отойти от этого. Там постоянно еще привычка есть, скорее всего, внешние критические моменты слушать и производить их, кстати, тоже. То есть человек как бы привыкает в этой системе порой существовать, то есть у него как бы он и ждет этой критической оценки, и сам ее туда же в ответочку вот давай. То есть первый шаг, как это снизить, это вот перестать оценивать самому, то есть перестать критически относиться, давать больше свободы другим людям, да, то есть в этом плане. Понятно, что если, например, это вот, я так понимаю, да, девушка там вопрос задала. Да, как-то, как-то. Ну, узнала себя, вот вы когда перечитали. Да, то есть тут скорее такой момент, что некоторые часто вот с синдромом отличника, они там либо не хотят это передать своим детям, например, да, то есть они как бы все-все-все, я так не буду. Либо наоборот, это как модель, естественно. Культивирует. Да, и вот здесь именно такой момент, что, понятно, надо не переборщить, да, то есть не убрать совсем весь вот этот контроль, но, с другой стороны, дать чуть больше свободы. То есть и себе, вот чего мне хотелось, вот чего мне хочется вообще в целом. То есть именно на желание, не на нас, да, что я хочу. Да, то есть послушать себя в этом плане. Не в плане того, что, опять же, именно созидательные черты, потому что если мне хочется лежать на диване, ну, как бы созидательного в этом вряд ли что-то есть, да, то есть как бы только разве что оборот диванов там увеличивает, да, в этом плане. Вот, но фишка вся в чем? То есть вот чего хотелось именно созидать? Что хотелось делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Потому что созидательная часть для мотивации, она всегда является неотъемлемой. Если человек делает то, что он внутренне хочет, он себя очень долго чувствует комфортно, даже тогда, когда на работе сплошное надо. То есть, грубо говоря, вы заняты на какой-то нелюбимой работе. То есть вам приходится, синдром отличника привез вас к ней, да, то есть и вы так думаете постоянно уходить, не менять, это же надо учиться, а вот сейчас там условно кризис, а я еще работу не найду, куча проблем, и оно как бы эту всю мотивацию какую-то созидательную резко туда. Понижает. Появляется слой лени такой, да. Соответственно, есть всегда какие-то моменты, которые нам именно хочется делать, свободное какое-то время мы можем на это созидательную энергию направлять. То есть вот у меня, например, есть основная работа, которая и так, понятно, нравится, да, то есть мне нравятся там моменты и всем, чем мы занимаемся, но от работы всегда есть такой момент отвлечения, да, то есть это вот хобби в виде там как раз-таки развития мышления инструментов, да, то есть я когда работаю чисто с людьми над этим, я в этом отдыхаю. То есть это созидательная часть. Я понимаю, что в принципе я занимаюсь частью своих профессиональных обязанностей, да, то есть мне не приходится там что-то в этом плане. И хобби, оно как бы вот где-то рядом. Понятно, что если у вас, например, вы работаете в сфере финансов, а вам нравится вырезать там по дереву... Или играть в футбол. Да, или играть в футбол, это как бы, ну, полярная вещь. Но и то можно какие-то моменты, да, на стыке найти. То есть, ну, условно, да, там вырезать по дереву, и, не знаю, стартап из этого делать. Ну, например. Какое-то, да, такое. То есть первый момент — это вот расслабиться. Расслабиться и услышать, что ты хочешь по-настоящему. Если это получится, кстати, не всегда понятно, что тебе нужно. Да, вот это уже другая проблема, да. Продолжаем. Мы программа «Наука и технологии» говорим о лене мотивации. Наш эксперт-профайлер Константин Митрошин комментирует все это дело. То есть первый шаг к выздоровлению — понимаем свои желания, налаживаем режим. Да, и как бы даем себе вот этот момент такого послабления, да, то есть особенно для людей синдрома отличника, то есть вот чего я хочу. То есть не как догмой надо жить, а вот именно себя послушать в этом плане. Может немножко разболтать, да, то есть человек во все тяжкие условно, да, там понесся. Тут тоже как бы всегда момент. То есть ловим баланс скорее вот этот момент, да, то есть не уходим совсем там в отрыв какой-то. Ну иногда можно, наверное, потом жизнь балансирует или не факт, да? Тут вот уж кого как размажет, как говорится, да, то есть в какую сторону куда укинет. Вот, то есть тут, естественно, тоже надо отслеживать вот эти вот моменты, как бы меняется что-то, не меняется. Плюс еще синдром отличника часто, ну вот мы говорили, да, по поводу того, что надо искоренять себе вот это желание и стремление оценить другого, да, то есть качественно оценить, как бы поставить какое-то. Да, начинается момент исцеления на самом деле, да, то есть он всегда касается вот того, что ты что-то в себе начинаешь менять, восприятие. Самая вот ерунда — это бороться с другими людьми, пытаться что-то, да, там… Доказать. В голове поменять, да. А, поменять. То есть начинать надо с себя. То есть тогда, когда ты сам что-то вот у себя прорабатываешь или проработал, тебе, естественно, это проще там переложить, объяснить в этом плане. Вот. Соответственно, следующий момент, опять же, про тот же синдром отличника, да, который вот эту мотивацию губит. Да, то есть надо четко понимать, что это, я уже про это чуть говорил, да, что это часть вашей личности, и нет смысла там оголтелого, особенно если там уже, да, там, старше 25-30, что-то там в себе как-то переоценивать и так далее. Не поменяется это все досконально, да, то есть это уже просто часть, которую можно принять. Извлекать надо из этого плюсы, работать с минусами, да, с минусами в духе неспособности расслабиться, да, то есть вот такого некого дать возможность отпускать. Не на самотек, а как бы вот на такой момент, то, что вот я сейчас занимаюсь тем, чем надо, а сейчас… Хорошо, а если бывает, не может человек услышать свои желания, вообще не понимает, что он хочет. Ну, про желание, да, это вот тоже как раз таки… Хватается одно за другое, за третье, за пятое. Да, пробуется перебрать. Тут вот другой момент, на стыке тоже вот бывают люди, у которых, да, там, каждый, не знаю, каждый полгода новая работа, новый такой момент дофамина, много, да, там, в организме причинно-следственной связи, постоянно там за что-то хвататься, там, новей, какая-то новая тема, интересно, там, криптовалюты, вложусь, там, не знаю, там, еще что-то, туда пойду, вот, ну, то есть какой-то такой момент. Там уже, да, проблема вот именно с этой устаканенностью – это успокоение в целом. То есть внутренняя тревога какая-то есть, которая… Нет, там внутренней тревоги скорее нет, тревога внутренняя – это как раз вот скорее к синдрому, отличный к такому голтелому. Там, скорее, наоборот, постоянно такое жжение в духе «а что бы нового?», да, то есть как бы куда, соответственно, мне в этом плане метнуться. Вот, и там мотиваций много, но такой краткосрочной, недолгосрочной. Понятно, становится неинтересно, скучно, не стратег. И там часто вот именно поведение, оно такое цикличное в этом плане. Там очень сильно циклы завязаны именно как раз-таки на ощущении, на режиме в целом как раз-таки поведения тела, собственно, да, то есть как оно привыкло. И если вот мы, опять же, да, касаемся этой темы, когда человек не может понять свои желания, вот из этого всего перебирает просто в этом плане, да, то ему в первую очередь надо работать вот именно над успокоением себя. У меня еще такой вопрос. Наша тема «Мотивация и лень». Константин, скажите, бывает так, что у тебя какой-то всплеск, ты вроде решился, принял решение, но сгоряча. Мотивации много, потом проходит время, и ты начинаешь, ну не то что сожалеть, но уже обдумывать. Так, а может быть, надо было получше сделать, там, подороже. Вот эта мотивация, она ложная? Или какое у нее очень определение есть? Тут есть, опять же, несколько моментов. У нас механизмов мотивации в организме несколько, да, то есть где-то это срабатывает на уровне чувств эмоций, где-то на уровне рациональной какой-то части, да, то есть у нас так уж устроено, что мозг, нервная система, это рептильный, лимбический, да, там, неокортекс, они разные эволюционные, у них по-разному какие-то моменты включаются. И, естественно, мы вот часто, да, испытываем этот прилив мотивации, условно, да, там, идем домой вечером, и вот все, вот, там, завтра новая жизнь, типа, игре, вот, поменяю что-то, да, все прям. Но как только доходит до действия, режим накопления энергии, он очень быстро включается, да, то есть мозг такой, стоп, 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 это энергозатратно сидеть, да, то есть не надо, ничего не меняй. Вообще изменения — это плохо, да, то есть мне опять придется что-то адаптировать. Надо понять, что мотивация часто — это обманка мозга, да, то есть он стремится накопить энергию, не тратить ее, потому что учиться новому — это тяжело, да, то есть особенно с течением возраста срабатывает именно такой же момент, то, что все, надо больше, я уже много знаю, надо успокоиться, да ну зачем? Соответственно, мотивация снижается, интерес снижается, любопытство как таковое снижается. И вообще, очень, кстати, вот это тоже полезный момент на тему поддержки вот этой мотивации в дальнейшем, то есть после вот этого эмоционального всплеска, когда мы уже рационально начинаем обдумывать, есть такое качество, называется как ум новичка, да, то есть это момент, когда мы каждой какой-то вещи подходим с позиции вот просто любопытного человека, который видит это первый раз, да, то есть это то качество просто вот именно направления мышления. Можно вспомнить себя в детстве, очень много любопытства. Ребенок — гиперактивное существо, да, постоянно что-то где-то как-то ему, он найдет себя в любом месте, чем занять, потому что все можно найти в этом плане интереса. С возрастом у нас что срабатывает? Ой, это я уже видел, это я уже знаю, да зачем? Да, то есть как бы посижу условно. И, соответственно, вот момент вот этого всплеска эмоционального, когда мы какой-то, а, вот все, я там для себя поменяю, он часто натыкается вот именно на как раз-таки синдром отличника, там это нельзя, так вести себя неправильно, то есть категоричность такая. И вот категоричность, которая возникает уже после, да, вот этого такого резкого подъема... Вау-эффекта. Да, ее надо вот вернуть в это состояние любопытства, да, то есть как бы, подожди, что-то меня заинтересовало, да, то есть что именно, то есть что меня наполняет вот этой двигательной энергией, созидательной как таковой. У нас остается буквально одна минута, может быть, какие-то такие основные тезисные рекомендации, которые можно донести нашей аудитории, чтобы была эта мотивация или вдохновение какое-то. Попробую, экспресс. Замотивировала ты меня? Весеннее, апрельское, да. Первый момент, это мотивация, это часть физиологической энергии, надо понимать ресурс своего организма, да, то есть здесь не обязательно ставить на себе крест, что вот я ленивый, все, ничего не поменяется в этой жизни. Нет, это момент вопроса к цели и вопроса к физиологии, потому что иногда бывает, что это чисто тема физиологическая, то есть тут надо вот именно с точки зрения, да, там, гормонов подумать у себя. Второй момент, любая мотивация, она всегда должна нести созидательный момент, то есть найдите то, что вам хочется созидать, да, то есть именно то, что хочется действовать, да, в чем делать. Есть очень интересная книга в этом плане, да, так как реформа человек для себя, можно вот с нее в этом плане что-то почитать, начать. Все, Константин, спасибо большое. Эксперт-профайлер, Константин Митрошин был у нас в гостях, приходите еще, было безумно интересно. Ждем в гости к нам, друзья.